Здравствуйте! О главных событиях дня поговорим прямо сейчас, в течение 30 минут. В прямом эфире новости на своем. В студии Герман Кудеяров. И вот коротко о том, что будет в этом выпуске. Губернатор Владимир Владимиров проведет прямую линию. Как задать вопрос главе края? В Ставрополь впервые за 90 лет приехал Кировский театр «Кукол». Чему научится юный зритель, расскажет Никита Озимов. Ворошиловский стрелок. Как прошли испытания на право ношения этого знака, расскажет Илья Белозеров. Мы начинаем. Продовольственная безопасность страны и борьба с недостатком кадров в сфере агропромышленного комплекса. Вот основные темы панельной сессии «Образование и наука для АПК. Вызовы и горизонты будущего». Таким обсуждением в Ставрополе открыли Всероссийский научно-образовательный аграрный форум. Дорогие руководители наших уважаемых аграрных университетов российских, я рад вас всех приветствовать. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели эти стены на наших студентов прекрасных. И я очень хочу, чтобы наша аграрная наука, наше аграрное образование развивалось так же, как Ставропольское государство, как Тимирязевка сегодня развивается, как кубанцы наши большие и любимые, наши земляки и братья развивались. Чтобы вы все понимали, что сегодня от того, что все хотят кушать, все хотят за это заплатить. Мы двигаемся далее. На этой неделе свой профессиональный праздник отмечают работники следственных органов МВД России. Это те люди, которые расследуют преступления с момента его совершения до передачи дела прокурору. С какими сложностями следователи сталкиваются в работе? Екатерина Сегеда узнала. Уважаемые пенсионеры, обратите внимание на поступающие и входящие звонки с неизвестных номеров. Это могут быть мошенники. Ни в коем случае не передавайте деньги никаким третьим лицам. Расскажите о этом звонке своим родным и близким. Это сейчас 18-летний парень предостерегает пенсионеров от телефонных обманщиков. А не так давно сам участвовал в мошеннической схеме и выступал в роли курьера. Забирал наличные у доверчивых пожилых людей и отправлял средства куратору, оставляя себе процент. Судьбу парня решит суд. Расследованием этих и других преступлений занимаются сотрудники следственных органов МВД России. Их задача найти преступников и привлечь к ответственности. Основная наша деятельность это расследование уголовных дел и направление их с обвинительным заключением прокурору. Подавляющее большинство это кражи и мошенничество преступлений. Но также часто случаются разбой и грабежи. Также присвоение растрата имущества, денежных средств. Сбыт и хранение наркотических средств также очень распространено. Баир работает следователем пять лет. Интерес появился с детства. Большую роль в этом сыграли фильмы про полицию. Однако в реальной жизни профессия оказалась гораздо сложнее. Мы работаем с гражданами. Все граждане относятся, все участники уголовного дела, будь то потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, либо свидетели, относятся к нам с негативной стороны. Потерпевшие приходят к нам с бедой, чтобы мы им помогли. Подозреваемые на нас злые, потому что мы в отношении их расследуем уголовное дело. Свидетели, потому что им это не нужно никак. Мы их постоянно дергаем с работы, создаем какие-то личные неудобства, проблемы. Очень тяжело это организовать, всех собирать для проведения каких-либо совместных следственных действий. На нас лежит большая ответственность, потому что мы сами ничего не застрахованы. И нашими действиями могут измениться судьбы человека. Вот уже 61 год работники следственных подразделений в системе МВД России стоят на страже порядка. Следователь должен разбираться в законодательстве, уголовном и уголовно-процессуальном праве, обладать аналитическим мышлением, а также знать основы психологии, чтобы уметь найти подход к разным людям. С момента совершения преступления до момента окончания уголовного дела и направления его прокурора проводится очень большой объем работы, который для рядовых граждан незаметен. Но в эту работу включены очень много людей, очень много времени. От лица нашей новостной редакции поздравляем всех причастных с профессиональным праздником и желаем всегда возвращаться домой. Ну а познакомились с работой следователя. Екатерина Сегеда, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Если у вас есть какой-то неразрешенный вопрос или проблема, вы можете обратиться на прямую линию губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Она пройдет 11 апреля. Трансляция планируется на канале главы регионов Телеграм и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Прямую линию покажет и телеканал Своё ТВ в прямом эфире. Вопросы от жителей уже принимаются. Их можно оставить под анонсами прямой линии на страницах губернатора в социальных сетях. Также для этого работает телефон доверия 8-86-52-74-81-88. Ставропольцы могут присылать и видеообращение в мессенджер по номеру 8-928-350-8070. В Ставрополь с гастролями впервые приехал Кировский театр кукол имени Афанасьева. Труппа привезла сразу 4 постановки в рамках всероссийского гастрольно-концертного тура. Открыл программу спектакль-притча «Ты кто? Я знаю тебя». Никита Озимов продолжит. Мама! Приходи скорее домой! Пускай тебе половину труда дня запишут! К нам во двор чужие пришли и живут! Мама! Мама! Прогони! С первых секунд актеры Кировского театра кукол создают настроение, которое не отпустит до самого выхода на бис. Эта атмосфера помогает глубже окунуться в нетривиальный сюжет, где главный герой – пятилетний мальчик. Он, как и вся семья, ждет, когда отец вернется с фронта. На военную тему, видимо, как разжилось в военные годы семьям, у которых отцы и деды ушли на фронт. Этот спектакль впервые привез ставропольскому зрителю Кировский театр кукол имени Афанасьева, один из старейших в России. Берущая за душу постановка, лауреат множества конкурсов, трогает сердца не только критиков, но и зрителей. Я весь спектакль просто плакала из-за того, что я понимаю, что это могло случиться просто с каждым человеком, и с этого смеяться просто нельзя. Помимо посвященного раннему взрослению спектаклю «Ты кто? Я знаю тебя?», артисты подготовили еще три. Все они направлены на разные возрастные категории и разного зрителя, но едины в одном. Спектакли, особенно, я считаю, в театре кукол, они всегда чему-то учат, поэтому, конечно же, зритель чему-то научится. В каком-то спектакле он научится добродушию, в каком-то спектакле он научится пониманию любви к близким, в каком-то спектакле он научится любить, например, не только если говорить о близких, любить свою родину, любить свою страну. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» эти спектакли смогут поставить в России и других странах. В 2024 году участниками этого проекта стали более 270 театров. Кировский театр «Кукол» участвует в этой просто изумительной, мы так говорим, программе, федеральной программе «Большие гастроли», потому что без нее гастролировать государственным театром, наверное, и частным, тоже было бы очень проблематично куда-то далеко попадать. Так вот, программа была создана в 2014 году в Министерстве культуры Российской Федерации, и наш театр прямо с первого года вступил в эту программу. Под впечатлением остались Никита Озимов, Иван Дуцунов, Ставропольское телевидение. На Ставрополье определили ворошиловских стрелков. На полигоне прошли квалификационные испытания на право ношения нагрудного знака. Тяжело ли показать достойный результат? И чем еще занимается современная молодежь? На полигон отправился Илья Белозеров. В жизни большую роль играет эта дисциплина. Она не как в клубе, так и в учебе, в принципе, поэтому дисциплина очень важна. К дисциплине школьники приучились благодаря военно-спортивному клубу. Рукопашный бой, строевая и тактическая подготовка, прыжки с парашютом и не только. Всегда какие-то новые занятия, даже не включая военной подготовки, мы проходим всякую культуру, этикеты, искусство. Это очень увлекательно, интересно и полезно. Мы, когда ходим в походы, это самое интересное занятие, собственно, для меня. Мы все, что проходим теорию в клубе, мы нарабатываем это в практике именно в походах. Теперь воспитанники военно-спортивного клуба из села Александровского показывают навыки огневой подготовки. На стрельбище проходят испытания на право ношения знака «Ворошиловский стрелок». Бойцам выдают пять пристрелочных патронов. Дальше 30 выстрелов идет в зачет. Потом они идут, проверяют свои мишени и уже по итогам получают свой значок. Но только если уложился в норматив. У каждой возрастной группы он свой. Сдают в два этапа. Здесь, на огневом рубеже, с автомата. И стреляют уже в тире или с мелкалиберной винтовки, или с пневматической зависимости от возрастной группы. Младшая возрастная группа – это юный «Ворошиловский стрелок» до 16 лет. Старшая возрастная группа выше 16 лет без ограничений по возрасту. Сдают и взрослые, есть у нас и работники различных организаций, банковские службы. Все сдают нормально зачеты. Нагрудный знак «Ворошиловский стрелок» и право на его ношение в этот день получил один человек. Достаточно тяжело было сдать это, потому что нормативы высокие. Необходимо сдать не менее 80 баллов. На стрелять это как бы весомый результат. Я настрелял на «Ворошиловский стрелок» 32-го разряда. Настрелял 83 балла. Меня переполняет чувство гордости. Я искренне рад этому достижению. Удивляет, что дети профессионально выполняют задачи. У нас очень хорошо налажены связи с ДОСААФ, поскольку стрельбы, парашютная подготовка. И все, что мы делаем, мы обязательно делаем через местный ДОСААФ, ну и через краевое отделение ДОСААФ. С оформлением соответствующих документов. Поскольку у нас вот эти свидетельства все. Даже если ребенок получает разряд какой-то, то при поступлении, независимо от того, в какое учебное заведение он поступает, военное или гражданское, идет дополнительные базы к поступлению. Интересно, что в организации детей стимулируют на хорошие оценки в школе. За неуспеваемость грозит отчисление из военно-спортивного клуба. Некоторые участники уже даже определились с жизненной целью. «Я буду поступать не на училище, поэтому в клубе набираюсь знаниями, много друзей. Вот, очень весело». Познакомились с целеустремленными детьми Илья Белозеров и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. На этом у меня все. А еще больше новостей есть на нашем сайте. СТВ24.ТВ Пишите нам в мессенджеры, ватсап и телеграм по номеру 8 928 350 80 70. И обязательно подписывайтесь на наши социальные сети. Далее прогноз погоды с Алексеем Форсиковым. А я с вами прощаюсь. В прямом эфире были новости на своем. Меня зовут Герман Кудеяров. Увидимся. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на пятницу, 5 апреля. Весна какая выдалась, какие дни настали. А пасмурно будет на Ставрополе недолго. Итак, центральные территории края. Невиномыск плюс 19. Облачно с прояснениями в Ставрополе. Изобильном в нем также 19. В Минводах плюс 20. И тоже пока что пасмурно. Световой день 12 часов 59 минут. На Кавминводах всюду пасмурно, но как-то вот так по весеннему, поэтому не расстраиваемся. На курортах от 16 до 19 тепла. И ветер всего 3-4 метра в секунду. Северо-восток Ставрополь. Облачно с прояснениями, тепло без осадков. В Ипатовой и Дивном плюс 20. Ветер 4 метра в секунду. И до 22 тепла в Нефтекумске и Буденновске. Также облачно с прояснениями и ветер 2-3 метра в секунду. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова